Уважаемый президент, уважаемые коллеги, для начала хотел бы остановиться на том, что по данным различной литературы чувствительность и специфичность мультипараметрической магнитно-резонансной томографии предстоятельной железы находится на довольно высоком уровне, вплоть до 95%. Тема доклада «Уровень ПСА-25» обусловлена тем, что по данным различной литературы, например, в рекомендациях Европейской ассоциации урологов, эту табличку мы уже видели, у пациентов с уровнем ПСА более 2, уже риск нахождения рака предстоятельной железы около 25%. Также в этих же рекомендациях имеется указание, что если у пациента в уровне ПСА 2 до 10 на грамм в миллилитр, то рекомендовано принятие следующего шага, одним из которых является визуализация. По данным литературы также имеются данные, что при уровне ПСА более 2 на грамм в миллилитр имеется довольно высокая чувствительность магнитно-резонансной томографии для выявления рака. Однако тут имеется и обратная сторона, что выявляются раки низкого риска. Это также подтверждается тем, что уровень 10 на грамм в миллилитр является одним из критериев, разграничивающего рак промежуточного риска и рак низкого риска. Позвольте перимансировать предварительные данные нашего анализа. Нами было проанализировано 60 магнитно-резонансно-томографических исследований. У 50 пациентов была проведена морфологическая верификация, 10 пациентов они на наблюдении. У группы, к которым проведена морфологическая верификация, абсолютно все выполнены биопсия простаты. Однако только у третьей выполнена простатоктомия. Также были проведены другие методы лечения, но однако половина пациентов после биопсии неизвестно. Получились следующие результаты, что совпадение данных МРТ и гистологии только в 42% выявлено. В третьих случаях является недооценка распространенности опухолевого процесса в противоположной доле. То есть по МРТ был выявлен очаг в одной доле, а в другой доле не был выявлен, который был выявлен при верификации. В одном случае имеется несовпадение локализации, проявляющееся тем, что по системе ПАЕРАЦ участок, подозрительный рак указан в одной зоне, а при простатоктомии он не выявлен, но выявлены опухоли в других зонах. В одном случае пациенту выполнен только биопсией простаты, было заподозрено 3 очага, только в одном из них морфологически подтвердился результат. И в примерно 20% случаев опухоль не обнаружена в очагах от 3 до 5 по системе ПАЕРАЦ, но эти результаты, мы не можем быть уверены в том, что действительно опухоли нет, потому что только биопсия. По сумме глиссона в очагах ПАЕРАЦ распределение было практически во всех возможных суммах, примерно в равном отношении. В одном случае рак не выявлен. Однако вот уже в очагах ПАЕРАЦ 4 здесь уже преобладает сумма глиссона 6, и в 9 случаях рак не выявлен. А в сумме ПАЕРАЦ 3 также мы видим преобладание суммы глиссона 6. В двух случаях у пациентов, у которых было поставлено категория 2 по ПАЕРАЦ, опухоль не обнаружена. И стоит отметить, что у пациентов, у которых была выявлена справедливость опухоли больше, чем заподозренный МРТ, и в половине случаев была сумма глиссона 6. У пациентка в это поднаблюдении, более чем половины, нет динамики изменения очагов. И позвольте мне демонстрировать несколько клинических случаев. У первого пациента ПАЕРАЦ 6,9 на МРТ виден на Т2 изображениях гиподеностный очаг до полутора сантиметров в наибольшем измерении, который гиперинтенсивный на диффузионных изображениях ограничивает диффузию и корректируется ранним накоплением контрастного вещества. Он оценен как ПАЕРАС 5 и подтвержден также морфологически сумма глиссона 4 плюс 3 в данном очаге. Следующий пациент, у него при колоноскопии выявлена опухоль сигмовидной кишки ПСА 0,6 и был выполнен при этом МРТ малого таза. На МРТ видно опухоль довольно большого распространения на Т2 изображениях гипоэнтенсивно. На диффузии гиперинтенсивно ограничивает диффузию и активно накапывает контрастное вещество. При биопсии у пациента получена сумма глиссона 9,4 плюс 5. И следующий пациент, уровень общего ПСА 7,6 нанограмм на миллилитр. На МРТ, на Т2 изображениях введен гипоэнтенсивный очаг, однако вся структура жизни однородная и такие же дочери можно заподозрить в других местах. На диффузионных изображениях он никак себя не проявляет изоинтенсивный, незначительно ограничивает диффузию и нет раннего накопления контрастного вещества. Однако при морфологической верификации в данном очаге выявлена сумма глиссона 7, 3 плюс 4. Предварительные выводы можно сделать такие, что МРТ предстоятельной железы играет важную роль в комплексе мероприятий по диагностике ракоприцательной железы и определенной тактике введения пациентов. Оно способно выявить наиболее измененные участки для проведения таргетной биопсии. Однако надо помнить, что при низком уровне ПСА возможна большая распространенность опухоли. И то, что у магнитизационной томографии довольно большая чувствительность, это способствует выявлению рака низкого риска. То есть это вторая сторона медали. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Вы сэкономили себе время, поэтому, пожалуйста, если есть вопросы, можно задать отношения МРТ и его ценности, целесообразности. У нас зашла тут дискуссия. Как вы думаете, сокращение числа модальностей, то есть когда мы проводим только две, например, модальности при МРТ, МРТ, это возможная опция или все-таки нужно проводить полное, полноценное мультипараметрическое МРТ? Значит, сейчас уходят новые рекомендации по 1.2.2.1, где предлагается именно контрастное исследование, выполнять только по необходимости, но они предлагают именно провести еще рандомизированные исследования, чтобы это доказать. Но там утверждается, что, возможно, это последовательность никакого-то принципиального значения не имеет. То есть, по большому счету, возможно проведение Т2, диффузионно-звежных соображений, где диффузия и коэффициент диффузии. Просто это экономит время и усиливает пропускную способность аппарата. Поэтому достаточно серьезный такой факт. Пожалуйста, если вопросов нет, Сергей Баевич. Пожалуйста, скажите, а маркерам существуют ренеевеные калькуляторы с применением ПСА и данных МРТ? Вы не применяете их? Нет, ну я не слышал. Может быть, наши урологи применяют, но я не могу сказать. Но вообще там этим занимаются лучевые диагностики просто в той статье? Ну да, ну нет. Понятно. Продолжение следует...